Традиционно 10 января на взгорье около деревни Тальковщина, где установлен памятник, мы проводим митинг-реквием в память о летчике Сергея Крошине, который погиб здесь в 1986 году, выводя поврежденный самолет из густонаселенного слонима. Люди помнят героя и всегда охотно откликаются на участие в митинге-реквиеме в память о нем. И на этот раз было множество желающих. Учащиеся Жировицкого колледжа, Медицинского колледжа, работники жилищно-эксплуатационного объединения, учащиеся и учителя Новоселковской школы, воины-разведчики и оркестр 11-й мехбригады, представители Белорусского союза офицеров, ТОСААФ, БРСМ. Местные жители приехали и пришли к памятнику, установленную в 1986 году боевыми друзьями летчика Сергея Крошина. В этот день наземные войска, сухопутные войска проводили учения в районе Слонима. В Шучине стоял разведывательный авиационный полк. Он-то и должен был провести разведку в районе учений. Я уже отмечал, что каждый год, когда мы проводим митинг-реквием, а это уже седьмой по счету, такая погода, как была и тогда. Мрачная. Казалось бы, в такую погоду летать нельзя. Но, когда я задал вопрос, почему он все-таки полетел, получил ответ, что уровень его подготовки соответствовал, погода соответствовало уровню его подготовки. Он мог летать в любую погоду, потому что на груди летчиков 27 лет уже были боевые ордена. Он прошел Афганистан, а начиналось все в 17 лет. Высокие военные чины списали все на ошибку пилота, но его друзья-однополчане в это, конечно же, не поверили. Несколько лет назад на этом месте присутствовали два бывших военных летчика, которые служили вместе с Крошиным. Один из них, Рудницкий, участвовал в расшифровке черного ящика. Черный ящик удалось обнаружить. На высоте 400 метров произошло столкновение с каким-то неопознанным объектом. Весом не более двух килограммов. Было разбито лобовое стекло. Летчика были повреждены глаза. Он до последнего момента владел собой. И когда произошло столкновение, он инстинктивно рычаг управления самолета рванул на себя и с высоты 400 метров пошел на высоту полтора километра. И вот примерно с той стороны, с района комвольной фабрики нынешней, с креном на крыло, он пошел в сторону вот этого леса. Здесь его разворачивает и резко пошел на снижение вниз. Вот видите, красный домик стоит. Вот в этот дом он прошел под линией электропередач и крылом срезал этот дом. В этом доме в этот момент находилась женщина с малым ребенком. Она живет и теперь в этом доме. Она даже не поняла, что произошло. И когда вышла в соседнюю комнату, увидела только развалины. Ну, наверное, Всевышний уберег. Подавляющее большинство участников митинга были здесь впервые и с замиранием сердца слушали каждое слово о летчика-героя. Символично, что и на этот раз погода стояла такой же снежно-мрачной, как и в тот трагический январский день 1986 года. Отрадно, что руководители Жировицкого и медицинского колледжей прислали на митинг своих младших воспитанников, считая, что патриотизм надо воспитывать с начала обучения. И одно из направлений этого воспитания – изучение истории того края, где ты учишься. Из большой группы учащихся медколледжа в Сланимчан было только несколько человек. Но когда возвращались с митинга, ребята наперебой спрашивали, куда мы еще поедем и о чем нам расскажут. Для такой молодежи, жаждущей познания истории, не жалко ни сил, ни энергии. С особым интересом слушали участники митинга выступления председателя Павловского селисполкома Таисии Иванашко. Это в ее дом, где находилась мама и годовалая дочурка, врезался самолет Крошина. Ни мама, ни дочка, находившиеся в практически разрушенном до основания доме, к счастью, не пострадали. Казалось бы, человек принес в их дом беду, а его считают как родного, как члена семьи и скорбят о погибшем, как о родном человеке. Мне очень тяжело всегда говорить, потому что этот человек как бы стал как членом нашей семьи, потому что это непосредственно коснулось моей личной семьи. Но слава Богу, что живы мама, жива моя дочка. Сегодня можно говорить о Сергее Крошине, как и герое. О герое, который спас слоним, слонимщину, который спас много, половину деревни Тальковщина, можно так сказать, потому что, скорее всего, что Горучье было слито, потому что летел самолет без Горучьего. Когда он упал и взорвался в нескольких метрах от дома, то гаражчик как бы сколько? Были. Мало, но мало. Были, но мало. Конечно, Горучьего не было. Если было Горучьего, здесь было бы намного больше потерь. Священники, отцы Вадим Петлицкий и Владимир Бобчик вознесли молитву о герое-летчике. Под траурный марш оркестра и автоматный салют памятнику легли гирлянда славы и цветы. Полет в бессмертие продолжается, пока живет имя пилота в сердцах людей. Салют памятнику легли гирлянда славы и цветы. Салют памятнику легли гирлянда славы и цветы.